Я уверен, что все 100% хотят заниматься спортом, потому что спорт это естественная потребность человека к движению, а движение это жизнь, по сути дела. Мы должны делать все возможное, чтобы вот эти 70%, которые сейчас после пандемии все-таки хотят заниматься, нашли место, где заниматься и создать им условия для комфортных занятий. Ну, поскольку мы договорились, что мы хотели бы, чтобы власть разговаривала с людьми, давайте поговорим с людьми. Потому что на самом деле человек, который вышел и захотел позаниматься спортом, причем не где-то, в Воронеже, он вот у нас сейчас как раз на экране. Давайте послушаем, что он сказал. До сих пор спортзалы у нас закрыты, но при этом власти разрешили заниматься спортом на улице. Сегодня решил потренироваться во дворе, посмотрим, что из этого получится. В итоге я обошел три двора, и в одном из этих дворов я не нашел спортивных площадок для взрослых. Но ведь Воронеж город-миллионник, где очень многие занимаются спортом. Собираются ли устанавливать спортивные площадки для взрослых во дворах? И вот давайте дополним то, что говорил этот человек. Это другой опрос в СИОМ о том, как люди считают, достаточно ли спортивных сооружений по месту жительства в настоящее время. Посмотрите, 50%, то есть половина людей считают, что недостаточно. Давайте мы сейчас попросим вас прокомментировать, а потом мы раскроем тайну о том, кто у нас в студии и с кем мы сегодня будем еще разговаривать. Конечно, трудно не согласиться с такими данными, не очень, наверное, оптимистичными. Я уверен абсолютно, что наша главная задача сегодня – это развитие массового спорта, создание условий для того, чтобы человек в близкой доступности от его дома нашел место для занятий. Были оборудованы, конечно, дворы, площадки. И уже в самом начале разговора я отметил, что вообще весь спорт в Советском Союзе и, наверное, и сейчас должен развиваться с того места, где человек живет. Будь это дворовый спорт, для этого надо оборудовать площадки. И я думаю, что мы будем это в ближайшее время обязательно делать. Для этого у нас есть федеральный проект развития массовой физической культуры и спорта. Но самое главное, чтобы было желание у людей, чтобы было желание, в том числе, содействия государству в реализации этих программ.